Привет, мой электросамокатный зритель! И у каждого из нас наступает момент, когда что-то в самокате ломается или хочется доработать. Но тюнинг это совсем отдельная история, после чего, после каждого улучшения, приходится делать следующее улучшение и продумывать все дальше, дальше и дальше. В принципе, я столкнулся с двумя этими вопросами, точнее, с двумя этими направлениями сразу в одном вопросе. В вопросе заднего крыла. Потому что оно у меня отпало. Вот видео. Отпало оно почему? Потому что очень маленькое крепление, которое держит крыло. И крыло очень сильно давит, особенно по нашим дорогам. На это крепление имею в виду. И поэтому оно отломалось. Плюс у меня было крыло сделано из двух частей. Для того, чтобы лучше закрывать спину от лишней грязи. Из-за этого его вес еще увеличился. Поэтому решать эту проблему нужно было как-то более кардинально, чем просто приварить обратно крепление, которое отпало. Можно было бы усилить крепление. Как сделано это в третьих вимах, например. Но я решил пойти чуть другим путем. Про что я вам сейчас дальше расскажу. Для данной доработки нам понадобится пруток. Он стоит примерно 15 гривен в эпицентре. Я купил 4 гайки под этот пруток. По ним я точно не скажу. Они у меня были. Понадобится ключик под эти гайки. Или можно раз в одно использовать. Но это будет очень дольше. Плоскогубцы, чтобы можно было... Такие старые, советские. Чтобы можно было откусить этот провод. И часок-два времени. Как я мог забыть, еще понадобится дрель и сверло. Какое сверло? По-моему, пятерка. На всякий случай, да. Пятерка, потому что лучше просверлить отверстие больше, чем пруток. Чтобы можно было легче его засунуть. Вот. В принципе, все перечислил. Если что-то забыл, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу. И подписывайся сразу на канал. Мне будет очень приятно. Потому что я сделал один раз доработку. Я проверил ее. Мне не понравилось. Потому что все-таки оно еще шаталось. И я переделал и снова снял. Ставьте лайк. Я буду тоже очень рад. Еще я купил нагрудные крепления для камеры. Теперь я буду такие ролики снимать. Со всеми-всеми движениями. Без прерывания. И будет более понятно, что и как я делаю. Но я постарался и так вместить максимальную информацию. Поэтому, надеюсь, тебе понравится. Вот такая вот конструкция у меня получилась. Но я ее переделаю. Потому что у меня пришла идея получше. Зажать гайками само крыло. Чтобы оно не ходило вправо-влево. Потому что вправо-влево оно все-таки еще ходит. Но вверх-вниз уже проблема исправлена при такой реализации. Но так как лучше всего сделать все идеально. Я вам покажу, как сделать это намного качественнее. Нам нужно будет снять заднее колесо. Когда вы снимаете заднее колесо. Если у вас самокат вывесен, как у меня. Всегда придерживайте заднюю часть самоката. Или сложите лучше самокат. Потому что он из-за перевеса передней части. Может легко перекинуться. И плюс вам нужно будет еще ловить колесо. Когда вы раскрутите гайки. И оно обязательно выпадет. Что ж, предлагаю начать данное видео со съемок колеса. Сейчас я его сниму. И мы продолжим съемку. В принципе два варианта имеют право на существование. Но в данном случае нам нужно гайками. Зажать, зафиксировать здесь и здесь крыло. Тут надо две гайки закрутить. Одна будет держать эту сторону. Вторая и эту сторону. Потом вставляем прут дальше в это отверстие. Оно зафиксирует как пружина. Заднее крыло. И будет все надежно. Что ж, давайте приступим. Как проще сделать эту накрутку. Так как этот прут достаточно длинный. Я придумал вот такую штуку. Шуруповерта у меня к сожалению нет. Но есть дрель. Фиксируем дрелью данную проволоку. И ключом вот так вот я зажал две гайки. Которые накручиваются. И потихонечку я накручиваюсь. Сейчас я вам это продемонстрирую. Чтобы смочь вставить данный прут с гайками в крыло. Вот на такое расстояние примерно накручиваем. И теперь можно будет вставить. Сейчас я попробую на камеру вставить. Одной рукой конечно это получается не так хорошо. Но суть в принципе видна. Суть в принципе ясна. Теперь нам надо эти гайки прокрутить примерно до нужного нам расстояния. Следующим этапом для удобства я решил открутить заднее крыло. Предлагаю вам сделать это раньше чем я. Чтобы было значительно проще. И не приступать к данной задаче без наличия ключей. Вроде таких. Только более подходящих. Потому что у меня таких к сожалению нет по данный размер гайки. И приходится работать вот таким вот большим разводным ключом. Что очень сильно увеличивает время данного улучшения. Следующим этапом я закрутил гайки. Так чтобы данная конструкция не ходила вправо и влево. Также мне пришла мысль что можно было накрутить гайки снаружи. Что было бы значительно проще на мой взгляд. Но возможно эстетически менее красиво. Поэтому в принципе суть будет одна и та же. Держится она очень крепко. Накручивать вторые гайки со второй стороны я смысла уже не вижу. Поэтому перейдем к следующему этапу. Сейчас нам нужно установить крыло. Установить колесо. Чтобы примерить это все. И продолжить работу. Вот я отмерил по отверстиям. Чтобы была одинаковая высота изолента. И нанес метки. И по меткам выгнул. Теперь остается это все подставить. И проверить как оно сошло. Также я обрезал лишнее. Чтобы можно было удобно вставить в отверстие данную проволоку. И сейчас я вам покажу что вышло. Вот мы установили крыло. Крыло ровное относительно колеса. Установили колесо. Теперь можно будет подгибать. И попадать в данное вот отверстие. Чем я сейчас и займусь. Вот я установил колесо. Как видно зазоры везде достаточно большие. Тут возле тормозного диска также есть место. Вот такой вот вид имеет данная конструкция. И теперь самое главное. С того же ракурса как я и снимал. Проверяю как шатается колесо. Точнее крыло. Видите, шатается весь самокат. Крыло при этом стоит надежно. Вот вверх-вниз я вообще не могу сдвинуть. Вправо-влево шатается весь самокат. Вот эти вот гайки внутри. Оказались очень хорошим решением. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Если понравилась подача материала. Или этот ролик помог вам. Был полезен. Пишите в комментариях. Какие у вас есть вопросы. Или же пожелания в плане видеороликов. И буду рад, если вы подпишетесь на канал. Это там внизу кнопочка. Что ж, до новых встреч.